Привет, YouTube! С вами Павел, и сегодня у меня на обзоре китайский конструктор SY Shenyang, вроде он называется, Island Storm. Данный набор имеет артикул 1541D, то есть это свидетельствует о том, что в этой серии имеется всего 4 наборов. Три из них у меня уже есть, и сегодня мы поговорим о версии D. Она насчитывает 115 деталей, имеет вот такую вот небольшую коробочку. Взял я его на Wildberries, обошелся он в 400 рублей. Как мы видим, на обратной стороне у нас нет никаких альтернативных построек. И давайте перейдем непосредственно к самому набору. Что касается инструкции, то здесь обычный А4 лист. Как всегда, китайцы очень экономят и крайне не хотят лишний раз запихивать книжку. То есть здесь у нас на одной странице собирается столик, чубрик и большая часть основной постройки. И на обратной стороне уже завершающий этап и сборка пальмы. То есть всего за 15 пунктов у нас полностью собирается эта постройка из 115 деталей. И собственно вот этот наборчик. Выглядит он вот так, довольно-таки небольшой. Больше здесь преобладает коричневых деталей. Что касается мини-фигурки, то здесь у нас преобладают телесные цвета. Качество принтов на довольно-таки хорошем уровне. То есть у нас даже ноги запринтованы. Однако здесь цвет кожи мне не очень нравится. Так как в лего он изначально выглядит более игрушечно и не ассоциируется как что-то настоящее. Здесь китайцы судя по всему попробовали прибегнуть к настоящему и взять более естественные цвета кожи. И за счет этого фигурка, как мне кажется, смотрится более кринжово. Что касается ее подвижности, то в целом вроде бы все нормально. Кисти не отваливаются. Единственное, что голова очень легко ходит и слазит. То есть прям вообще буквально болтается. Ноги в целом тоже неплохо двигаются, ходят. И как по мне, качество конструктора, несмотря на то, что здесь даже отсутствует гравировка на пинах, качество даже получше, наверное, чем у Enlighten. И цвета в целом достаточно приятные. Именно если говорить про качество цвета. Но сам цвет лично мне не очень зашел. Единственный вопрос к этой фигурке, это то, что почему она лысая. То есть у нас нет никакого головного убора. В таком большом, в таком относительно большом маленьком наборе. При наличии аж целых трех сабель. Тоже, кстати, непонятно, зачем их столько сюда засунули. И при этом ни одной держалки для сабель. И лысого пирата. Здесь есть вот такой вот столик. Непонятно, что здесь делает круассан в пиратские времена. Пару мисок и пару стульчиков, сделанных из вот таких вот маленьких штырьков. Стульчики, как вы поняли, больше декоративные. Так как держаться фигурка на них не будет. И чуть что она скользит и падает. Также в набор был один банан. И одна вот такая вот морковка без зелени. Что касается запасных деталей, то у нас вот такая техник ось. Дополнительная кисть, еще один дополнительный штырек и рог от черепушки. Также была парочка золотых слитков и несколько монеток. Если перейти к основной постройке, то здесь самое первое, что бросается в глаза, это почему бочки у нас здесь такого непонятного странного цвета. То есть, почему их нельзя было сделать темно-коричневыми или светло-коричневыми. А именно вот такими. В целом, да, это похоже на барную стойку. Но опять-таки, к этой постройке есть вопросы в плане современности. То есть, почему здесь стоит вот эта золотая мини-фигурка лего. То есть, что она общего имеет с вот этой постройкой. Тут у нас есть бутылки. Несколько разных бутылок. Также есть мешочек, в котором типа должен лежать банан и морковка. Но оно там толком не держится, потому что слишком здоровенное. Также у нас внизу есть ведро. К ведру также есть вопросы, так как ручка постоянно отваливается. То есть, она здесь очень хлипкая, держится и так и норовит слететь. Зато, в отличие от мисок, это ведро можно взять в руки. Но опять-таки, оно очень хлипенькое в этом плане. Пальма здесь достаточно интересно сделана. Но вообще, строилась она сразу же, крепилась к вот этому пину. Но удержалась очень слабо и постоянно крутилась и съезжала. Поэтому я сверху взял вот эту ось и поставил вниз. И на ней она уже туго стоит и очень хорошо вращается. То есть, уже более прочная конструкция. Что касается этого стола, то здесь он держится всего на одной детальке. И в этом плане тоже неудобно. То есть, он может отвалиться. Ну и что касается лицевой стороны, то здесь у меня вопросы, что с цветом попугая. То есть, на коробке у нас попугай вот такой вот. А здесь зеленого практически нет. Да и красный с трудом похож на красный. Поскольку это не копия оригинального набора LEGO, а именно собственный набор китайский, то, как обычно, у них есть вопросы к конструкции. То есть, вот эта бочка с пивом или с селем, с ромом очень слабо здесь держится. Второй момент, что когда я строил вот эту арку, то некоторые детали, и не сказать, что плохо крепятся, но довольно туго заходят. И когда нажимаешь, есть вероятность разломать всю постройку. То есть, тут при сборке надо быть очень аккуратным. В целом, сложности именно в скреплении деталей с этой постройкой не возникло. То есть, в этом плане здесь все хорошо более или менее. Но, конечно, крепится все не так, как в LEGO. И, как я сказал, не все так продумано, как в LEGO. Хотя, постройка в целом выглядит достаточно интересно и атмосферненько. То есть, правда, похоже на какой-то пиратский бар. Хотя, вряд ли такие были, но есть, конечно, некоторые вопросы. Зачем здесь эти тарелочки, этот круассан, морковка и банан. То есть, надо было тогда засунуть обезьяну. Также, почему пиратика сделали лысым, то есть, его здесь обрили. Зато дали ему три сабли, несмотря на то, что он достаточно мирно проводит время. Сабли, кстати, тоже непонятно, что здесь делает вот такого образца сабля. Не буду утверждать, что это за конкретная модель, но больше похоже на китайскую саблю. Этик сабли из классических наборов пиратов LEGO. Но почему они опять-таки черные? Почему нельзя было их сделать серыми, темно-серыми? То есть, как, например, вот это ведро. Классический хороший цвет. Нет, они захотели сделать все не как у LEGO. Отдельно хочу выделить листы пальм. Они здесь очень качественные. Здесь мне нравится цвет. Он очень похож на LEGO-овский. То есть, отличие между LEGO-овским просто минимальное. Реально один в один цвет. И качество их очень хорошее. То есть, их, если что, можно даже смешивать с оригинальным LEGO в каких-то своих постройках. Что касается коричневого цвета, то он на LEGO-овский, конечно же, похож, но чувствуется, что что-то не то. То есть, он чуть-чуть светлее и бледнее. У LEGO он выглядит чуть понасыщеннее и поинтересней. Также из интересного здесь есть коричневая пластина, которую можно пустить на самоделки каких-либо пиратских домиков или хижин. Ну и три бочки. Жалко, что они, конечно, такого цвета. С таким цветом мало применимы, где их можно использовать. Тем более, что на фото они выглядят чуть-чуть темнее. И на самом деле более приятно. Видимо, краска в колере закончилась. Ну вот такой небольшой обзорчик. На этом все. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных и полезных видео по LEGO и китайским клонам и не клонам. Вам, как всегда, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!